Режим, сложившийся в России, можно именовать по-разному. Сплошная спецоперация, фашизм-лайт или даже спецфашизм. Сегодня, 19 января 2013 года, в Москве прошел марш против фашизма за свободу. Понятия нацизма и фашизма часто путают. Либо по недомыслию, либо по злому умыслу. Между тем, если ознакомиться с четким определением, то путинский режим практически полностью копирует классический итальянский вариант. И даже заигрывание с церковью на фоне политических репрессий, включая убийства оппозиционных деятелей и журналистов, все повторяют давно пройденным человечеством коричневый путь. Органы госбезопасности, которые должны, по идее, бороться с коррупцией, ее родимую и поощряют, именуя экстремистами подлинных борцов с варьем в погонах, чиновничьих костюмах и обычными бандитами. Первой, может быть, такой большой демонстрацией в начавшей просыпаться стране был марш 19 января 2010 года, первую годовщину убийства Стаса и Насти. Давайте не рассчитывать, что вот, а сегодня к 10 часам мы объявим войну Англии. И это надолго. Это марафонская дистанция. Пропаганда включена на полную мощь. Истеричные федерасты Скобеевы да Мамонтовы верещат со всех каналов о пятой колонне, проплаченной то ли госдепом, то ли марсианами. Так что гебельсовщина тоже налицо. Но кризис фашистского жанра не за горами. Недовольство снизу явно нарастает. И даже если 19 января 2013 года на Тверской бульвар пришло от одной до двух с половиной тысяч демонстрантов, это ни о чем не говорит. Чаша терпения уже полна и может перелиться в любой момент. Что бы там ни говорили про мужика, долго запрягающего русскую птицу-тройку. Речь идет о неофашистах, о людях националистических взглядов, которые сейчас активны достаточно в политике. И в том числе о нацистском терроре, который уже много лет в России происходит, когда убивают активистов, мигрантов, людей не той внешности с точки зрения нападающих и так далее. И вот за последние пять лет было убито среди активистов как минимум 12 человек. Марш за свободу против фашизма – внятный месседж Кремлю. Постоянно закручивать политические гайки чревато общественным взрывом. Эти посадки, голодовки, обыски, таскания в СК и автозаки рано или поздно закончатся весьма плачевно. В первую очередь для группировки, именующей себя властью. Кстати, полиция была предупредительна, отработав практически безупречно. И даже заявленные провокаторы не пришли. А то получилось бы, что народ у нас антифашистский, а прокремлевская шушера совсем наоборот. Впрочем, так оно и есть. Пройдя заявленный маршрут, участники марша пришли на Пречистинку, где 19 января 2009 года были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Граждане молча возложили цветы в память о невинно убиенных товарищах. И над скорбной толпой витал мрачный голос полицейского матюгальника, призывающий скорее возлагать и расходиться по домам. Как же так получилось, что в стране победивший гитлеровский нацизм вдруг восторжествовал фашизм доморощенный? Вопрос несложный, если ответ на его найдет каждый, кто сегодня с равнодушием взирает на происходящее в России. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.